Здарова, Звукануты! Такое экстренное включение. Пока я жду товарищей, я решил быстренько запилить видос на тему, который хотел с вами поделиться. Стоит ли работать бесплатно? Я бы сразу сказал, что нет, потому что любая работа, которую вы делаете бесплатно, это случай, когда вас конкретно используют. То есть человек использует вас, он ценит свое время, но ваше время он не ценит. Он хочет, чтобы ему за его работу заплатили. Например, если это исполнитель, хип-хоп исполнитель. Пусть для примера это будет рэпер Вася, а ты продюсер Супер Гусь. И вот Вася такой приходит, говорит, Супер Гусь, слушай, у меня есть офигенный хитовый текст, мне нужен офигенный вообще бит такой, и чтобы ты мне написал его, записал его, и мне все права отдал. Но сделал это потому что я рэпер Вася. И ты такой думаешь, блин, я работаю с рэпером Васей, у рэпера Вася там 200 концертов в год. Да это ж такая честь. То есть у рэпера Вася 200 концертов в год, Вася получает в среднем хотя бы даже по сотке с концерта, у него есть сотка заплатить за биток вам. Ну, вот думайте так, не думайте так, что вот там, типа, я там сейчас поработаю с Васей, Вася меня подтянет. Не надо думать, что Вася вас куда-то подтянет. Супер Гусь он всех подтянет. Ты, диджей Супер Гусь, всех подтянешь. А рэпер Вася тебя никуда не подтянет. Рэпера Вася интересует то, чтобы он круто звучал, чтобы у него был крутой бит. Его интересует своя какая-то струя, которой он занимается. И он не хочет никого туда подключать, потому что иначе бы вы бы давно уже с ним работали каждый день и получали бы бабло с его... и получали бы процент со всех его движений. А он лишь хочет воспользоваться Вами. У меня были такие случаи, когда люди конкретно хотели бесплатно все равно, у меня нет денег там записаться, как бы, но при этом... И было пару случаев, когда они выстреливали, они именно конкретно выстреливались, становились большими артистами. Один вообще из них по всему миру катается. Но! Есть такая вещь, вот как гордость, плюс при этом надо ценить себя в свое время. Я зарабатывал свой опыт 20 лет, например, и мне как-то, честно говоря, жалко просто так взять и отдать. И отдать все свои знания. Да, я сейчас тебе... Я напишу все, что угодно. Кому угодно, как угодно, как бы. Но я не буду это делать просто так, только потому, что я это умею. Я это умею делать, не хуже остальных. Вот. И, соответственно, я считаю, что за знания должны платить. За то, что вы умеете, если вы умеете это лучше, чем остальные, и если вы можете это сделать не за неделю, а за пять минут, то, соответственно, это... Как я рассказывал в одном из роликов, то есть то, что ты можешь сделать быстро, и это не показать того, что, ой, ты типа там на отвали. Нет, это просто вы уже имеете... Это просто, когда человек уже имеет какой-то определенный уровень, он уже имеет скорость и качество. В таком случае, если человек не может вам заплатить, как он уверяет, тогда предложите ему бартер. Если к вам будет приходить каждый день записываться рэпер Вася, рэпер Гриша, рэпер Миша, вот, Гриша, Миша, Вася, группа «Центр». Короче, если к вам будет каждый день приходить записываться какой-нибудь рэпер и платить вам старым шестым айфоном, то вы как минимум можете продавать эти айфоны и уже получать какие-то деньги обратно. То есть у человека всегда есть что-то, что он может дать вам. Вы можете попросить взамен на какой-нибудь микрофон. Недавно придумал способ. У человека нет, допустим, определенной суммы денег. Допустим, там 200 евро, да, вот там стоит, ну, ваша услуга какая-то определенная. Но ты знаешь, что 200 евро будет стоить там какой-нибудь там синтезатор, звуковая карта, микрофон, неважно, все что угодно. То есть любая вещь из музыкального магазина, новые наушники. Вот, и ты вот с ним договариваешься, говорю, так, дружище, смотри, давай, я тебя сейчас запишу, но пойдем в магазин, грубо говоря, ты сейчас возьмешь наушники, но возьмешь их в рассрочку. Он взлет их на себя, он возьмет их в рассрочку, он не будет обязательствовать перед банком, но наушники он отдает сразу же вам. У вас новые наушники, вы не потратили ничего, он за них платит. То, что он платит в рассрочку и платит в небольшой процент, это его головная боль, потому что он нищеброд и не может себе позволить нормально записаться в студии. Но в любом случае вы выигрываете. Это то, что нужно вам. Это нужно, чтобы вами не пользовались, это нужно, чтобы вы были в плюсе, как бы, то есть, потому что, если вы делаете работу за бесплатной, потом в итоге вы не получаете ничего, теряется ваша мотивация, убивается ваша уверенность, вы начинаете ждать там, вот, у меня там рэпер Вася обещал там 50% стрека, короче, через год рэпер Вася вас кидает. Эти ситуации все будут случаться, они случаются практически с каждым, кто не заботится, ну, то есть, не заботится о определенных пунктах договора заранее. Это случается с каждым, это случалось и со мной точно так же. Все вот эти вот обещания, вот, мы с выхлопа начнем с вами делиться, да, можно сделать по-другому. Можно сделать так, чтобы вам заплатили какую-то сумму, даже маленькую, пусть она будет меньше ваших услуг, вы верьте, что группа очень хорошая, что группа будет популярна, группа будет играть по радио, с вами решили поделиться с выхлопа, но попросите какую-то маленькую сумму, в любом случае, хотя бы покрыть аренду студии. Если у вас много работы и вот вы делаете работу за бесплатно, вы должны просто понимать любое вот это вот творческое движение, да, желание поработать за бесплатно. Получается, вы работаете в минус. Вы потратили, допустим, пять часов на сессию, но в это время вы могли заработать, допустим, по пять евро в час, ну, грубо говоря, да, ходя на обычную, там, какую-нибудь, ну, бытовую работу. Вам в любом случае нужно платить счета. И когда вы будете оплачивать счета и у вас будет минус на карте, грубо говоря, либо ноль, вот тогда вы начнете думать, блин, какого хрена я записал рэпера Васю за бесплатно. Тут такой момент, как бы, вы в любом случае где-то, где-то начнете чувствовать, что вас использовали, вас поимели, вы проигрываете в этой ситуации. Одно дело, когда вам нужно сколотить портфолио. Десять хип-хоп-песен для того, чтобы поставить свое портфолио, типа, вот вы занимаетесь хип-хопом, вы там, как вы умеете делать, либо просто показать услуги студии, что я вот записываю, вот у меня студия, вот у меня записывались такие-то чуваки. Но в любом случае вы даете человеку, который вот этот рэпер Вася, плюс там Гриша, Миша, там, ну, десять я не буду всех называть, потому что слишком их много. Вот. Диджей Супер Гусь должен что-то с этого получить. То есть все эти исполнители, все эти рэперы, они получают финальный продукт, они получают готовую песню. Вы просто собираете всех рэперов и вы делаете им предложение. Ребята, вот у меня обычно стоит, там, допустим, там, записать песню, там, допустим, двести евро, а я вот сейчас хочу сколотить, там, типа, портфолио, да, то есть так как вы помогаете мне, я помогу вам, я вам сделаю это все по тридцатке. То есть к вам приходит народ и вы пишете по тридцатке. То есть они получают в любом случае песню такую же, как они получили бы за двести. Они сэкономили сто семьдесят евро. Это огромнейшая скидка на самом деле. И это очень-очень-очень много времени, чтобы это все записать, чтобы это все свести, чтобы, если это ваши минуса, то диджею Супер Гусу нужно все эти биты написать. Это все огромное количество времени. И тридцатка с человека никак его не покроет. Только если вы не живете в каком-нибудь где-нибудь в Беларуси и его зарплата двести евро в месяц. За студию вы платите, за квартиру вы платите, за студию в квартире вы в любом случае платите. Не важно, где у вас находится студия, вы за все это платите. Почему вам должны платить? Вы делаете сессию за бесплатно, у вас ломается микрофон. Ну вот и все. У вас сломался микрофон. Вам... Вы скажете рэпер Вася, слушай, рэпер Вася, а ты мне микрофон должен? Он тебе скажет, что, дурак, что ли? Мы с тобой за бесплатно договорились? Договорились. Твои проблемы. То есть все оборудование студии по сути это ваши проблемы, это ваша головная боль. Это ваша забота, это ваше оборудование. Оно изнашивается, оно портится, оно работает, оно перегревается, оно стоит, оно стоило много денег, оно может быть у вас в кредит, все что угодно. Вам за это нужно платить. Если что-то случится с оборудованием, вам нужно его ремонтировать. Если вы будете работать за бесплатно, на какие деньги вы будете ремонтировать свое оборудование? Я уверен, что сейчас кто-то появится в комментариях Кто-то скажет, типа, вот там это Нужно там для того-то Я бы поработал за бесплатно со звездой Да хрен, у звезды есть деньги вам заплатить Пишите свои мысли в комментариях Мне вот реально интересно Будет ли кто-то, кто скажет, что он все равно готов работать за бесплатно Но сейчас я скажу следующее Когда у вас в студии полетит какое-то оборудование Вы всех вспомните, кто писался в этот микрофон Вы всех вспомните, кто писался в этот микрофон бесплатно И всех начнете проклинать А если вы еще и отморожены Вы потом еще начнете им предъявлять Пацаны, типа, вы у меня писались Давайте-ка скидывайтесь на микрофон То есть В этом-то и фишка Либо думайте другим образом У вас есть Цель Купить новый майк Майк стоит, допустим, 500 евро И вы думаете, так, мне нужно Купить новый майк за 500 Ага Мне нужно собрать там 10 рэперов Васю и его 9 корешей И предложить им, короче Записать у меня трек И вы делите просто Эту Сконечную стоимость инструмента Вы должны получать хотя бы что-то Вы должны получать хотя бы Если у человека есть Просто вот варианты бартера могут быть разные Если у человека есть Жигуль Возьмите у него взамен на ваш продакшн Джигуль Потому что вы этот Джигуль можете продать Вы будете на нем ездить У вас будет какой-то У вас будет хоть какой-то У вас будет хоть что-то, что вы получили от человека Когда вы не получаете ничего, кроме обещаний Поверьте мне За несколько лет у вас это все накопится И вы начнете тухнуть У вас будет появляться апатия К тому, что вы делаете Потому что вы не получаете обратной связи Обратная связь хотя бы мизерная Хотя бы в виде комментария на вашу работу Композицию, вещь Как угодно Хотя бы один коммент Положительный Это уже обратная связь Хотя бы одна правильная критика Это уже обратная связь Без обратной связи Без какой-то отдачи Работать нельзя ни в коем случае Поэтому Цените свое время, пожалуйста Уважайте себя И люди, которые пользуются услугами Студии, звукоинженеров Уважайте, пожалуйста, и их время так же Потому что Вы получаете Крутые песни Вы получаете Крутую музыку Написанную Диджеем Супергусем И вы Пишите в комментариях Что вы думаете на этот счет Какие у вас вообще их мысли Почему стоит работать бесплатно Какие-нибудь хорошие примеры Когда вы работали, допустим, бесплатно Или по какому-то барту Расскажите про свой опыт Интересно просто У кого как вообще У кого как было Кто Как это видит Кому как нравится Удачи Всем удачи